Когда наступит крах доллара, таджикам уже стоит опасаться. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете это и как близится крах экономики Таджикистана. Все примеры налицо, подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Чтобы быть первой экономикой мира, надо всегда подниматься вверх, а других нужно топить. Таково мнение таджикского предпринимателя Аскара Хасиона. Из истории мы знаем, что фашистская Германия 22 июля 1941 года развязала войну против СССР. Фашистским войскам понадобилось 4 месяца, чтобы добраться до Москвы, войскам СССР понадобилось 4 года, чтобы добраться до Берлина. Это говорит о том, что генералы фашистской Германии были лучшими в своем деле. Поэтому на тот путь, который они прошли за 4 месяца, всему миру понадобилось 4 года. Да, несомненно, войну они проиграли, но то, что у них были лучшие войска, в то время никто не спорит. Этим примером я хочу сказать, что родина менеджмента это США, там лучшая команда топ-менеджеров, генералов менеджмента. Благодаря им доллар стал международной валютой, благодаря им экономика США самая сильная экономика в мире. И сегодня говорить о том, что эпохе доллара пришел конец преждевременно, это лишь трудности. Топ-менеджеры США просто так без боя не сдадутся, они не дадут на растерзание свое дитя всяким заморским азиатским валютам. Чтобы быть первой экономикой мира, надо было всегда подниматься вверх, быть на Олимпе, иметь технологические преимущества, и это создает немало трудностей. Постоянно быть в напряжении на казарменном положении. С 1950-х годов американские генералы менеджмента поняли, чтобы всегда быть на Олимпе, нужно делать так, чтобы вокруг тебя падали конкуренты. Последние десятилетия США больше всего беспокоило развитие экономики Европы и Китая. У них созрел план. В первую очередь надо было организовать войну России с Европой, чтобы Европа обессилела. Результат налицо. Вы видите курс евроинфляции в Европе и полную зависимость от США. Во вторую очередь им необходимо устроить войну Китая с Тайванем, чтобы развалить экономику Китая. Сейчас они этим и занимаются, вы сами наблюдаете, какая напряженность вокруг этой темы. Что касается инфляции и проблем экономики в самих штатах, ну что ж, война, как говорят, без потери не бывает. Тут главное, чтобы американские генералы менеджмента сами не заигрались. А то, раскачивая лодку мировой экономики, есть опасность самим упасть, как это сделали фашистские генералы Германии в 1945 году. Как вы относитесь к такому мнению? Разделяете ли вы его? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А вот Имамли Рахмон в последний день своей рабочей поездки по северному Таджикистану провел 12 августа рабочее совещание с руководителями и активистами Сагдийской области. Он сообщил активу Сагда, что экономические и политические кризисы в современном мире, региональные конфликты, экономические и торговые санкции, беспрецедентный рост мировых цен на большинство видов товаров, в особенности продуктов питания, а также распространение инфекционных заболеваний наряду с другими странами оказывают негативное влияние на экономику Таджикистана, сообщает пресс-служба президента. Имамли Рахмон заявил о том, что в таких условиях обеспечение внутреннего потребительского рынка товарами первой необходимости, организация достаточной заготовки продуктов в каждой семье, предотвращение необоснованного роста цен, расточительство и соблюдение требований закона об упорядочении традиций торжеств и обрядов являются жизненно важными задачами руководителей и ответственных лиц городов районовой области. Президент поставил перед ним и задачи по обеспечению стабильной деятельности всех сфер экономики, созданию новых рабочих мест, привлечению отечественного и зарубежного капитала, эффективному использованию имеющихся источников и привлечению дополнительных источников для реализации проектов и повышению экономической активности населения. В связи с этим, отметил президент, руководители области были обязаны использовать все ресурсы и возможности, в том числе и приусадьбенные и президентские участки, для обеспечения увеличения повторных севов под рис, кукурузы, бобовы и картофель. Для того, чтобы население не испытывало нужды и дефицитов в предстоящий осенне-зимний период, производство производило как можно больше и запасалось продовольствием на два года, местным властям поручено следить за подготовкой каждой семьи и результатом до 1 октября предоставить информацию президенту. Министерству промышленности и новых технологий поручено принять меры совместно с местными исполнительными органами государственной власти и инвесторами по возрождению деятельности действующих предприятий и восстановлению деятельности без действующих предприятий с тем, чтобы еще больше развивать экспорт продукции и максимально использовать сырьевые ресурсы области, тем самым увеличить объемы производства импортозамещающей и экспортно-замещающей продукции. Эмма Мали Рахмон сообщила активу о своей уверенности, что патриотически настроенные и целеустремленные жители Сагдийской области своим самоотверженным трудом сделают этот край более процветающим и развитым. Как вы относитесь к тому, что Эмма Мали Рахмон в последнее время сильно озадачен и озабочен обеспечением населения? Да, он и раньше об этом говорил, но как-то в этом году это достаточно часто повторяется и нагоняет какую-то тревогу. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.